всем привет с вами танкист мне задавали несколько вопросов или так скажем некоторые из моих зрителей жалуются на некорректную работу джойстика в центре то есть либо высокая либо слишком низкая чувствительность я сейчас хочу вас познакомить небольшой программуринге которая позволяет настроить кривые чувствительности более плавно нежели это позволяет сделать нам софт в нашей игре многие с этой программы знакомы многие ей попользовались и решили что она и мне подходит поэтому возможно данный способ подойдет не для всех лично я с ней летал до приобретения настольников брд вот она мне полностью устраивает я знаю сейчас вы все многие вернее знакомы с триксом димы да который ей пользуются и принципе насколько я знаю довольна да возможно она не дает полного возможно она не дает той тех не представляет тех возможностей которые предоставляют настольник или напольник но по крайней мере наш настольный обычный джойстик может приблизить к данным девайсом возможностям данных девайсов итак переходим на сайт который будет у нас в описании к данному видео ссылочку я предоставлю нам здесь понадобится две программки это скачать данную программу которая будет нам эмулировать наш виртуальный джойстик запускаем устанавливаем все по умолчанию можете если это принципиально изменить путь то есть она у меня уже установлена устанавливать я это повторно не буду боюсь что все собьется да могу показать что установлена сама программка жестик урвас да и виртуальный джойстик джойстик урвас сама вот дон лоуд аппликация да я с английским дружу поэтому прошу прощения заранее да также ее устанавливаем по умолчанию я установлю у меня она сразу запускается где она у меня вот она у меня вот когда вы установить остановить данные две программки вот этого все что у меня здесь есть и конечно видеть не будете у вас будет выглядеть программка вот таким образом то есть давайте я ее сейчас блин ладно сохранять я еще с перезагружу перезапущу сейчас еще раз и так перезагружаем чтобы все было так как вы это будете видеть у себя блин где то есть вот она то есть что мы здесь видим мы видим здесь оси здесь можно добавлять количество осей не ограничено и здесь видим свой виртуальный джойстик и так запустили видим эту программу в данной окошке мы выбираем наш девайс и соответствующему ось да в этом окошке выбираем виртуальную джойстик и соответствующую ось данного джойстика которая будет работать через эту программу то есть в данном случае я выбираю свой джойстик это брдфли 4000 соответствующему ось у нас начнем с оси тангажа пич выбрал ось сразу же выскочил название здесь выбираем джойстик номер один и соответствующему ось то есть раз это пич значит это будет пич и смотрим теперь на окно отображения работы наших осей когда я двигаю свой джойстик вверх вниз да то есть вот откажу мы видим что виртуальный крестик вот это вот более прозрачный это крестик моего джойстика отображается его положение данный джойстик отображает ось виртуального джойстика то есть вверх вниз назначили оно соответствует влево вправо остается неподвижным что сделать чтобы настроить влево вправо я имею ввиду по крену добавляем ось выбираем свой джойстик который отвечает у нас это может быть сайтек это может быть 55 сайтек обра неважно выбираем соответствующую ось которую мы хотим сейчас настроить данном случае это крен лор ролл выбираем джойстик номер один и соответствующую ось ролл и смотрим на это окошко вы видите что сейчас они полностью совпадают два моих крестика это пусть моего джойстика и ось виртуального джойстика добавляем еще одну ось нам нужно настроить еще ось по направлению наши педали это может быть если у вас твист выбирайте свой джойстик если у вас педаль выбирайте свои педали ось поворота джойстик первый виртуальный ось поворота и смотрим теперь на педали вот они наши педальки они двигаются в соответствии с нашим движением наших педали да дальше нам нужно настроить чувствительность по тангажу сейчас видите что крестик двигается именно тем в той пропорциональности в которой я отклоняю свою ручку да я хочу чтобы мой центр мой центр был более плавным делаю я с помощью вот этих бегунков вывожу себе кривую например я хочу чтобы она была вот такой это все экспериментальным способом то есть кому как удобно можно сделать так можно так можно то есть что это значит смотрите я поставил теперь я отклоняю свой джойстик вот откажу мой джойстик отклонился уже до таких пор да а виртуальный только вот такой я его отклоняю вот дошли мы до данного участка отклонения джойстика и наши виртуальный и настоящий джойстик выровнялись видите крестики совпали раз совпали то есть вы дошли до вот они совпали да если я вот эту бегунок буду отклонять видите получается расхождение между отклонением моего джойстика и реальным отклонением виртуального джойстика один из профилей я скину в описании попробуйте его под себя попробуйте как он работает на этом еще как бы не все данный девайс имеет свою особенность определение в игре заходим в игру в настройки кстати особенность чтобы игра воспринимала данный виртуальный джойстик программу данную программу данную тирит необходимо запускать до запуска игры заходим на настройки значение клавиш основное управление но остановимся опять же на тангаже если вы сейчас будете если я сейчас буду трогать свой джойстик то игра определить именно мой джойстик не виртуальный а именно брд вот и шевелю игра определила джойстик номер один для того чтобы нам определить именно виртуальный джойстик для нашей игры необходимо перейти на ту ось которую мы сейчас будем настраивать в данном случае ось по тангажу поставить галочку virtual axis тест лоб я не знаю как правильно читается поэтому извините и мы видим как наш виртуальный джойстик начал движение по тангажу переходим в игру выбираем управление самолетом по высоте и ничего не не трогаем просто ждем пока виртуальная ось пройдет полный круг виртуальная ось полный круг пара прошла и мы видим что у нас уже застал шестик 3 axis y да то есть определил ось y виртуального джойстика возвращаемся в нашу программу лину снимаем там галку крестик наш становится переходим на ролл ставим данную галку мы видим что виртуальный джойстик начал движение по крену заходим в управление по крену выбираем и ничего не трогаем просто ждем пока этот крестик пройдет полный круг прошел полный круг определился выход заходим опять в эту программу линку снимаем джойстик переходим на педали ставим джойстик видим что побежали педали возвращаемся в игру выбираем педали ждем полный круг прошел джойстик определен все применять применяем сохраняем заходим например там в быстрый будет где надо будет полетать немного и по тренироваться так скажем давайте со стоянки я не буду куда лететь просто посмотрим работу нашего джойстика из кабины и далее в принципе методом проб и ошибок каких-то там попытка настроить именно под себя под свой джойстик под своих резисторов до необходимо будет поиграться с этими кривыми в этой программке и настроить именно так как вам это удобно итак появляемся на стоянке смотрим на джойстик и видим что хрена не работает вот они педали видите я забыл снять данную штучку дрючку все видим педали отклоняются и отклоняется джойстик то есть я работаю своим джойстиком данная программа считывает движение моего джойстика проецируется все на виртуальный джойстик и в зависимости от настроек моих кривых да вот настроек моих кривых пересчитывает и например как то вот так да я хочу чтобы у меня очень плавный был очень плавный был мой центр смотрим теперь потом гажу я отклоняю джойстик ручка еле-еле отклоняется то есть центр очень плавный ну как то так еще раз повторю ссылки на данные программы будут в описании на один из профилев ссылка тоже будет в описании теперь по поводу профиля который вы скачаете и как его будет надо будет экспортировать в нашу импортировать в нашу программу сейчас закроем игру закроем все программки не нужные итак после того как вы откроете свой откройте программку скачайте профиль это неважно мой профиль который я дам ссылку либо кто-то из товарищей скинет свой профиль главное необходимо будет импортировать в данную программу как это сделать вот наш профиль который мы скачали нажимаем правой кнопкой по вкладке осей и выбираем необходимый нам пункт в данном случае это импорт открывается окно находит то место куда он сохранен в данном случае это рабочий стол и открываем этот профиль ничего не произошло как найти вот вкладка со всеми профилями нажимаем на стрелочку и видим что наш профиль сохранился в нашей программе выбираем увидели что здесь есть ось поворота назначаем наш девайс мы видим что здесь есть уж ось крена назначаем наш девайс ось тангажа опять же необходимо назначить наш девайс есть даже ось по оборотам да руду кому это необходимо кому нет может либо ничего не назначать либо ее просто удалить теперь видим что наша ручка работает наши педальки работают с обзываем данные например мы полетали на яке настроили кривые таким образом чтобы комфортно чувствовать себя именно на яке обозвали як1 и можно для данного профиля назначить какую-то горячую плавишу например пускай это будет ноль так дальше сели на фоку в быстром вылете полетали поняли что для фоки нам нужен более плавный тангаж например такой нам необходим да к примеру я говорю все это методом проб ошибок экспериментов и так далее например мы решили что у нас будет для фоки такая кривая тангажа да сохраняем его как FV190 и назначаем для него вернее я оказался неправ да данный профиль пускай будет на нуле это для фоки дальше данный профиль я например его копирую мне устраивает везде и все для яка да но не устраивает тангаж тангаж такой на як мне не нужен я его изменяю допустим он должен быть вот такой и сохраняю его как як один и добавляю клавиши например будет 9 все эти клавиши я запоминаю для чего я это сделал да зашел я на берлогу лечу на яке полетал на яке выбрал его профиль дальше захотелось полетать на фоки неважно что это фока лавка мессер и так далее для того чтобы ничего не сворачивать не разворачивать я просто нажимаю кнопочку 0 и у меня весь мой профиль перенастраивается на профиль фоки надоело летать на фоки сел опять на яка нажимаю кнопочку 9 и мой профиль переключается на профиль яка как то так данная программа также позволяет настроить тримировать самолет так как нам удобно хотя сейчас данная проблема уже не актуальна но на первых этапах игры я помню когда на например крестивской скорости скорость 350 400 мм км в час як например тянуло по моему в нос тянуло влево необходимо было давать правую педальку шарик сохранялся оставался в центре я выходил выбирал ось поворота и тримировал данную ось процентов на 7 например то есть мои педальки смотрели скажем так прямо да я смотрели прямо вот мои педальки сейчас смотрят подставят по центру но мы видим что они уже отклонены немного вправо да все это видят дальше чтобы влево соответственно просто ставим минус 7 будут отклонены влево и так далее то есть хотя еще раз повторю возможно сейчас это уже не актуально но если пригодится это можно сделать как то так надеюсь будет полезен если будут вопросы можете в принципе спрашивать в комментарии сложного ничего нет подойдет не подойдет не знаю ребят надо пробовать у кого какой джутсик у кого какие шумы и у кого какие запросы всем спасибо всем пока пока